Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала! Пришла очередная посылка с сайта iHerb, это американский сайт с большим количеством товара, косметики, бадов, полезных трав, специй, продуктов, косметики, большое количество натуральной, и мировой косметики, и знаменитой, и корейская косметика есть. В общем, посетите этот сайт, если вы еще о нем не знаете, и таким образом ознакомьтесь с ним и станьте таким же фанатом, как я. Это у меня пришла посылка номер 4 за июнь месяц. В этой посылке у меня было больше всего продуктов и косметики, еще там что-то из бадов было, сейчас все расскажу. Очень интересная посылочка. Здесь в основном закупка большая шоколада, так как до 15 июня сайта iHerb продает шоколад, и до 15 октября не будет продаваться шоколад уже. С 15 октября только будет начата опять продажа шоколада и всевозможных витаминов, которые быстро тают все такие продукты, и бады, они не продаются, потому что очень жарко, может прийти все как бы растаявшее. Таким образом сайт уже не будет это продавать, поэтому у меня несколько посылок перед этим были с большим количеством шоколада, но здесь у меня попросили меня заказать, поэтому в основном здесь посылки для меня шоколад, остальное здесь в основном под заказ. Сейчас я расскажу, что здесь было в этой посылке. Наборчик шоколада. Я в каждой посылке, в предыдущей посылке заказывала шоколад. В основном это Валар, потому что другого шоколада без сахара я не нашла. Это шоколад со стевией, заменителем сахара. Но совершенно стевия не чувствуется. Я вообще не люблю ее в напитках. Лучше тогда мне вообще без ничего. Или, например, я добавляю мед лучше. А вот в данном случае в шоколаде не ощущается совершенно, как будто ты просто ешь сладкий, но в меру с шоколад. Я не люблю сильно приторный шоколад. Здесь у меня разные виды шоколада. 150 грамм плитка, самый крупный такой по размеру шоколад. Это марка Валар, испанский шоколад с миндалем. 150 грамм здесь одна плитка весит, самый такой крупный шоколад. Здесь у меня две плиточки. Еще здесь я взяла вот такой с морской солью и карамелью. Правда, здесь не стевия, а здесь тростниковый сахар содержится. Потому что это карамель здесь и соль. Очень вкусный шоколад, конечно. Без глютена он, конечно. Здесь 100 грамм плитка. Хороший вес у шоколада, потому что в основном меньше шоколадки. Еще вот такой один черный шоколад. Это меня попросили заказать чисто черный шоколад, без добавок, со стевией. Еще здесь вот такой один с апельсиновым вкусом. Это, кажется, я себе положила. Мне нравится вот этот. С такой начинкой. И еще вот такой есть. Две таких шоколадки с трюфельной начинкой. Трюфельным вкусом. Черный шоколад со стевией. Тоже классный шоколад. Мне он нравится. Даже иногда с начинками мне шоколад больше нравится. Потому что не всегда вот этот, который ореховый, попадаются вкусные орехи. Вот такой минус. Но шоколад классный. Потому что, так как я стараюсь не употреблять сахар уже длительное время, этот шоколад заменяет что-то сладенькое. Хотя можно и самим, когда шоколад этот закончится, можно будет делать конфеты на ореховой основе. Какой-то орех перебить, добавить финики туда, какао. И получится скатать шарики, конфетки. Можно еще орешками начинить. Вот такой формы сделать можно, как здесь на картинке. Шоколад можно еще обмакнуть или в кокос. В общем, или кокосовый крем. Сайхерб тоже я беру. Это кокосовое молоко. Оно такое, как порошковое. Тоже классно. В принципе, есть выход. Так что вот такой набор шоколада. Но вы его уже, скорее всего, не купите, пока выйдет мое видео. Я предупреждала заранее, что шоколад заканчивается. Поэтому, кому надо, шоколад набирал. Вот этот шоколад в последнюю очередь, который останется, потому что люди в основном с сахаром берут, не заморачиваются. Со стевией. Я бы сама, если бы не отказалась от сахара, даже и не попробовала. Не узнала, что он тоже вкусный. И даже, может, даже и вкуснее обычного шоколада. Еще я себе заказала вот такие палочки. Чесночные палочки с кунжутом. Они на основе цельнозерновой пшеничной муки. Очень вкусные. Чем-то даже чипсы напоминают эти палочки. Если вы не едите, особенно хлеб могут вам понравиться. Вот у меня... Они сейчас, кстати, на сайте закончились. Видно, тоже популярные. Кому-то они нравятся, помимо меня. Вот у меня есть раскрытая пачка. Вот так они выглядят, эти палочки кунжутные. Они чем-то напоминают или печенье, или чипсы. Здесь, получается, составит цельная мука, масло канолы, кунжутные семена, сушеный чеснок, соль, порошок свеклы и куркума для цвета. Очень мне нравятся эти палочки. Я их в каждую посылку кладу, практически, где помещаются они. И когда есть в наличии. Еще у них там есть два вида. Острые, с красным перцем. Ну, это так на любителя. И еще, по-кому, там без определенных, видимо, вкусов какие-то. Но я пока только эти пробовала. Острые как-то побаиваюсь. Ну, дальше в основном здесь то, что меня попросили заказать. Это такой сироп для панкейков, для блинчиков. 355 мл. Это сироп без сахара. Вот так он запакован. Я его не буду раскрывать. Он не содержит сахара, глютена и всевозможных жиров, калорий. Здесь, получается, как сахарозаменители какие-то, видимо. Я так поняла, кленовый вкус. Вот. Ну, и по отзывам многим нравится. Ну, особенно те, кто не едят сладкое. Я думаю, им понравится. Потому что те, которые на сахарах сидят, им многие такие натуральные продукты могут не нравиться, знаю по себе. Он не содержит калорий, поэтому его используют те, кто на диете. Ну, или кто старается не есть сладкого. Расклеивать просто не хочу, потому что я не себе его заказала. Надеюсь, он вкусный сироп. Ну, он с таким кленовым вкусом, я так поняла, еще будет. Еще из продуктового меня попросили заказать вот такая рыбная консерва, сардины с оливковым маслом стопроцентным. Вот такая там коробочка внутри, в этой пачке. Здесь 124 грамма нет вес. Ну, и 82 грамма, видимо, самой рыбы. Я рыбу тоже не ем, поэтому здесь получается отличный состав, без всяких там консервантов. Сардины, оливковое масло, соль. Видите, делают, могут, когда хотят. Потому что нам, в основном, консервы, которые у нас продают, там будет очень много всяких плохих ингредиентов. Изготавливаются эти сардины в Марокко. Ну, на них очень хорошие отзывы. Поэтому те, кто еще ест рыбу, могут воспользоваться моментом и попробовать. Еще попросили меня заказать вот такое кокосовое масло от California Gold Nutrition. Это такое очень вкусное и самое выгодное по цене на сайте масло. Я тоже себе его заказывала. У меня сейчас есть его 1 литр 600, большая банка. Здесь 473 мл кокосовое масло холодного отжима. Первого отжима выжимается как бы с нагревом, то есть не нагревается. Это нерафинированное, холодного пресса получается первого отжима кокосовое масло. Кокосовое масло очень полезное, очень вкусное, диетическое. Его, если есть 1 столовую ложку минимум в день, то можно даже постепенно выводить вредные жиры с организма, даже как антицеллюлитное средство. Из кокосового масла делают лекарства Monolaurin антибикробное, антивирусное тоже средство очень сильное. Поэтому кокосовое масло очень полезное. В жару оно приходит в таком жидком виде. Если, например, в холодильнике оно быстро застынет и легче его будет доставать. Поэтому летом, может быть, даже лучше хранить его в холодильнике. А так, в принципе, оно хорошо хранится. Итак, из продуктового, в принципе, я все рассказала, что здесь было. Еще здесь было из БАДов индол-3-карбинол. Это такой БАД. В составе здесь, получается, в одной капсуле 200 мг. Индол-3-карбинола довольно хорошее содержание, потому что бывает меньше добавляют. Это хорошая дозировка. И еще здесь 200 мг льняного семени. Тоже льняное семя хорошо влияет на женское здоровье. Вот здесь, получается, индол-3-карбинол изготавливается на основе брокколи. Это крестоцветные капуста. Вот это брокколи, которая имеет противоопухолевый эффект. Она выводит из организма эстрогены вредные. Поэтому, если у вас есть какие-то эстрогенозависимые заболевания, такие как миомы, кисты, какие-то опухоли в организме, мастопатия, вот индол-3-карбинол, можно даже сказать, что нужно принимать пожизненно до того, пока у вас не изменятся гормоны. Например, в период менопаузы может нормализоваться гормоны. Но до этого времени, конечно, надо контролировать свои гормоны, чтобы не было вот этих гормонозависимых опухолей, которые вызывают повышенные эстрогены. Вот индол-3-карбинол очень хорошо помогает в этих целях. Меня попросили заказать чистый индол, а я вот принимаю вот такой сейчас препарат, эстросенс, гормон балансинг. Он помимо еще индол-3-карбинола содержит кальций-деглюкорат, который помогает выводить, как бы, очищать печень, потому что часто печень не справляется с выводом гормонов, вот этих эстрогенов плохих, потому что эстрогены есть там нескольких видов. И вот кальций-деглюкорат, он помогает где-то 100-150 мг в день. Его нужно принимать, чтобы выводить, чтобы помогать печень очищать, не только, конечно, от гормонов, он еще выводит всевозможные вещества вредные из организма, которые имеют свойство накапливаться. Вот, а здесь вот получается, чтобы не покупать все отдельности, вот тоже вот для этих целей, как индол-3-карбинол идет, я вот заказываю вот такой сейчас препарат. Получается, он содержит помимо индола-3-карбинола в двух капсулах, здесь 150 мг индола-3-карбинола, но здесь еще есть и диэндолметан, 50 мг, поэтому здесь нормальная дозировка в двух капсулах, я принимаю две капсулы в день, для нормализации как бы гормонального фона и поддержания. Вот еще здесь есть зеленый чай, без кофеина 100 мг, куркума-экстракт, куркуминоиды, молочный чертополох, это для очищения печени еще есть, силимарин, тоже это как расторопша, так, диэндолметан тоже 50 мг, розмарин-экстракт есть, кислота там какая-то есть, еще ликопен там из томатов, тоже хорошая штука, и сульфарафан из брокколи, который содержится в брокколи, порошок 200 мкг. То есть очень хорошая такая подборка, чтобы не покупать это все отдельно, в принципе на то и выйдет, и даже еще сэкономите. Он не очень сильно пахнет, может быть и сильно кому-то, но вот он должен пахнуть. Так, ДИМ, препараты из ДИМа и индолатрикарбинола, они делаются из брокколи, из крестоцветных, поэтому они так пахнут. Конечно, можно есть и саму брокколи, правильно приготовленное, потому что там надо ее определенной температуры довести, чтобы выделился этот индолатрикарбинол или диэндолметан, это уже следующее, получается, поколение этого препарата, потому что, например, индолатрикарбинол хорошо изучен уже, в клиниках были клинические исследования, диэндолметан более новый, но он как бы более усвояемый считается. Но, в принципе, можно и тут, и тут употреблять. Но вот в этом Воменсенс, получается, эстросенс, здесь вот есть и ДИМ, и индолатрикарбинол, как бы они друг друга как бы подстраховывают. Можно еще в таком варианте. Ну вот даже индолатрикарбинола для такого длительного использования будет достаточно. Меня попросили заказать, для курса там надо вот. Перейдем, что у меня было здесь, из косметического. Здесь у меня, получается, попросили заказать, это такой консилер от Laura Mercier, как-то вот так называется. Это, получается, корректор под глаза, который сейчас идет с хорошей скидкой. Он как бы по цене не дешевый, но там на него сейчас самая хорошая скидка. Они там есть разных тонов. И вот именно вот в этом тоне это получается второй тон, по-моему, как-то так. Корректор против темных кругов под глазами. Вот в этом тоне, который был заказан, здесь, получается, он сейчас по самой хорошей скидке. Вот такой у него тон, получается. Специально открою, проверю, потому что я не вижу тут, я тут не вижу опознавательных знаков, какой здесь тон. Ну, двойка вот написана. Вот, наверное, вот это его тон. Он тут заклеен пленочкой. Вот такой консилер. Хороший такой, как бы, тон для лета. На него еще нет отзывов. Сейчас на данный момент на него, это я не себе заказала, мне попросили, сейчас на него самая хорошая скидка из всех цветов, которые там, тонов, которые там предоставлены, представлены. То есть здесь 2 грамма. Для такой средней, как бы, светлой кожи. Это, по-моему, самый такой светлый, потому что остальные там очень темные были. Вот такой маленький. Ну, здесь 2 грамма. Ну, это же под глаза, его хватит очень надолго. Это какая-то новая марка Laura Mercier. Сделана в США. Laura Mercier Cosmetics, Нью-Йорк. Вот. Ну, это косметика, которая сейчас на Ахера появилась, такая мировая. Вот вот так выглядит упаковочка сама. Так что это такой консилер. Наносится он, наверное, специально кисточку или пальчиком. Не знаю, кому как удобно. В принципе, мне кажется, даже удобно пальцем будет наносить его. Я не пробовала, поэтому ничего не могу рассказать. Попросили заказать. Еще здесь вот такой для волос. Есть от марки Kundal. Это получается у нас Корея. Корейская марка. Все здесь запечатано. С муском написано. 500 мл. Такой для волос. Как бы кондиционер. Есть еще у них такой шампунь. Я не пробовала. Тоже меня попросили заказать. Ничего не знаю. Здесь срок годности 2023 год. Так что свежий. Вот на него хорошие очень отзывы, что хорошо помогает волосам. Лечит даже, можно сказать, волосы. У них тоже есть шампунь от этой марки. Здесь, в принципе, хороший состав такой. Более-менее даже все указано, что здесь в составе. Крундал. Мед и макадамия для волос. Содержит какие-то молекулярные протеины, увлажняющие протеины. Волосы. Защита какая-то для волос. Ну, в общем, какая-то такая мощная формула, видимо. Здесь указано, как им пользоваться. 6 ингредиентов для волос. 6 натуральных масел. 29 натуральных экстрактов. Ну, и сама банка. Там на банке, наверное, будет все состав. Что из чего состоит. Так что такая хорошая штука. 500 миллилитров. Еще вот такой наборчик от Real Techniques. Вот такой гель для мытья кистей. Очень знаменитый такой на сайте. Он идет с коробкой. Но это отдельно продается коробочка. Такая емкость, как мыльничка. Для того, чтобы лучше пенился сам гель. Тут, кстати, еще добавляются два пробника. Еще идет для кистей. Добавлено вот такая пластиковая мыльничка, которая спенивает хорошо. Это средство гелевое, которое очищает вот эти токлоновые кисти. В основном у Real Techniques у них токлоновые кисти. Ненатуральные, скажем так. Синтетические. И вот как раз этот гель, он, я думаю, хорошо подойдет для таких кистей. Вот здесь нарисовано, как это все делается. Здесь вот такие вот как ребристость такая специальная, чтобы хорошо кисти как бы трения создавалась. Хорошо мылись кисти. Вот это получается Саманта Чапман. Изобретает вот такие средства всевозможные. Здесь помимо еще этой мыльнички, получается, емкости, идет в подарок два таких пробника. Попросились заказать вот такой полноразмерный гель. Здесь 150 миллилитров. Я читала отзывы, что одной горошины хватит на две кисти. То есть он хорошо мылится, пенится и хорошо мылится. В основном все довольны. Большинство, по крайней мере, довольны. Те, которые пользуются им. Вот хорошие на него отзывы. Если вы еще не знали, вот такие средства от Real Techniques, помимо кистей, всяких там спонжей, губок, у них есть еще вот такие вот для ухода средства. Гель и емкость такая. Так что, конечно, этот гель, его уже лучше сразу покупать с такой емкостью, чтобы уже полностью убедиться, что оно хорошо работает, хорошо чистит, хорошо моет ваши кисти. Ну, отзывы я читала, очень много отзывов. Несмотря на то, что это не дешевая вещь, но очень много отзывов, очень много желающих взять. Потому что кисти сами дорогие люди покупают, поэтому уже и покупают такие всевозможные гаджеты для мытья. Такой у меня был обзор с сайта iHerb. Обзор посылки номер 4 за июнь месяц. Спасибо за внимание. Спасибо, что используете мой купон на скидку SJS024. При каждом заказе он дает скидку 5%. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.